Оперативно доставить лекарства, продукты питания и другие товары первой необходимости тем, кто нуждается в этом больше всего. Навестить воспитанников детских домов и интернатов, объявить благотворительный сбор средств, оказать помощь бездомным животным. Брещанка Ильяна Дочева – яркий представитель неравнодушной молодежи. Девушка – командир волонтерского отряда «Имкнение». Под ее руководством 74 активиста, готовых в любую погоду и пору года отменить личные дела, чтобы помочь тому, кто нуждается. Важнее всего состояние человека внутри. То есть, когда есть кто-то, кто может помочь улыбнуться, помочь прийти в какое-то такое состояние, которое будет раскрывать себя всеми возможными способами, то это очень важно. Вот волонтеры – это больше про людей, про их сердца, про их помощь именно внутреннюю, что вот они могут и выслушать, и действительно чем-то помочь, и это не нужно будет вознаграждать материально. То есть, за спасибо волонтер может сделать, ну, вообще столько всего, что чуть ли не дом построить, можно сказать. И причем дом не только такой вот, что вот жить в нем, а вот дом внутри человека. Если сердце БРСМ – волонтеры, то сила – молодежные отряды охраны правопорядка. В свободное от учебы время добровольцы выходят в рейды по городским улицам вместе с милиционерами, патрулируют пляжи и места отдыха. Их помощь особенно ощутима в местах массового скопления людей. Многие дружинники, работав в правоохранительных органах, в последующем выбирают своей профессией. В будущем можно пойти в милицию работать. Это очень, скажем, хорошая практика, потому что мы можем сразу пойти уже в милицию, там отучиться три месяца и сразу уже стать тоже сотрудником. Но это какую-никакую практику дает. Судя по рассказам моих коллег, был такой случай на футбольном матче. Мужчина с ножом выбежал, ну и наши ребята его быстренько приняли и передали сотрудникам милиции. Команда городского комитета Союза молодежи активная и быстрая на подъем. Они не просто проводят благотворительные проекты и акции по благоустройству труд. Каждого человека замечен в конкретном деле. Перспективным для организации остается направление студенческих отрядов. Под эгидой БРСМ ежегодно рабочее место получают студенты, учащиеся и школьники. В настоящее время уже трудоустроено 100 человек. Белтелеком, это Инкофуд, это Брестжилстрой. То есть есть ряд организаций, которые в целом сегодня, ну, пока не дают нам конкретное количество ребят, которые они могут трудоустроить. Но договорная компания заключена, что ребята будут трудоустроены. То есть это уже для нас условно плюс и для наших ребят это плюс. В общем, молодежная политика подразумевает массу направлений. От практических дел до идеологических вопросов. Кроме того, организация всегда открыта к диалогу. Активисты так и говорят. Они всегда прислушиваются к тем, кто советует, вносит предложения и даже критикует. Конечно, мы, как любое общество, как любая организация, у нас должна быть критика. Если есть критика, значит мы что-то делаем. Критика это абсолютно нормально, но критика, конечно же, должна быть аргументирована и с конкретными фактами. Потому что просто говорить любой может человек. А с фактами, с аргументами, конечно же, мы ее воспринимаем абсолютно адекватно. То есть она даже, наверное, нам помогает в работе. То есть критика, и мы уже смотрим на критику, смотрим на моменты, где лучше нам поправить, и где лучше нам что-то сделать, чтобы в следующий раз не допустить каких-то определенных ошибок. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.